Всем привет, ребята, и это новая серия по охоте. Вот давайте сейчас с вами по-пацански договоримся. Вы подписываетесь на канал, ставите лайк на это видео и пишите комментарий, ну а я вам показываю годный контент. Ну а играю и снимаю я на лучшем КРМП-проекте, который скачать вы можете по первой ссылочке в описании. После того, как скачаете, начинайте играть вместе со мной на 18 сервере Аква, а также вводите мой промо хэштега Лонса. Кстати, мне тут нашептали, что промокодик работает на всех серверах и дает 4 уникальных приза, которые точно помогут на старте игры. Ну а теперь берите что-то вкусненькое, присаживайтесь поудобнее, желаю вам приятного просмотра и приятного аппетита. Начнем мы сегодня, как обычно, с мелкого обмана, а уже в конце я вам покажу новый обман, о котором вы, скорее всего, не знали. Итак, на этом фрапсе мой подписчик покупает себе семью за 600 тысяч рублей. Это у нас обычный дефолтный скам на семью, который мы видим почти каждый день, и, в принципе, тут удивляться нечему. Получается, подписчик деньги передал, в принципе, свои условия он выполнил, ну а челик просто взял и вышел из игры. Залетел я, значит, в игру, смотрю, а этот парнишка на БУ продает свою машину. На нем мы видим скин Емели, красную сумку Суприм и голову дракона. Эти все аксы и скины стоят достаточно неплохо. На аккаунте у нас 16 уровень, и, в принципе, номер аккаунта смотрится достаточно неплохо. Одни шестерки. И семью он продавал за 600 тысяч рублей, и машину он продает за 600 тысяч рублей. У него какой-то фетиш, наверное, на цифру 6. Ну ладно, в принципе, это не так интересно, но как сам факт прикольненько. Так-то челик говорит, что у него на тачке Спорт Плюс, и за нее предлагали 600 тысяч рублей. А выглядит она как стоковая. Я уже его телепортировал. Тут у нас на крыше, как обычно, вся братва на месте. И, в принципе, я готов с ним пообщаться. Я сразу же написал ему АФК ОФБАН, и он, походу, понял, за что он сюда попал. Ну да, вот пишет, я не буду, больше клянусь. Ну, знаешь, братишка, такое нам говорили прям все. Прям каждый кидала говорил, что он больше никогда не будет. И если бы я каждого, знаешь, жалел, то ничего хорошего бы из этого не вышло. Чё-то я пока не понимаю, что он вообще пишет, говорит, что ему что-то друг сказал. Походу, друг сказал попробовать скамить игроков, да, родной? Если действительно друг посоветовал тебе скамить игроков, то тогда это такой себе друг, поверь мне. Тут ты, конечно же, прав. Ты дурачок и так далее, и так далее, что так поступил. Ну ничего, банан будет тебе уроком, родной. Клясться, обещать мне тут не надо. Я тут только выдаю баны. И, в принципе, это наша последняя беседа на этом сервере. Ааа, так получается, тебя заскамили, и ты решил тоже пойти скамить. Отбить, так скажем, свои деньги, да? А, ну теперь всё стало на свои места. Короче, ребята, его заскамили, и друг посоветовал ему тоже кого-то скамить. Типа, отомстить тому игроку. И вот, ребята, что, собственно, получилось. Сейчас пацан получит бан, и на этом всё. Короче, суть сей басни такова. Послушал друга на банан. Ну что же, сейчас на очереди у нас ещё один обман на семью. Только тут уже челик прям очень сильно заряженный аксами. И, по-любому, все эти шмотки, деньги на аккаунте он заработал нечестным путём. Поэтому такого парнишку нужно обязательно наказать и выгнать с нашего сервера. На данном фрапсе мой подписчик покупает себе семью почти за 2 миллиона рублей с 4 автомобилями. Я вообще хз, есть ли честные игроки, которые продают семью с 4 тачками за 2 миллиона рублей? Выглядит эта сделка уже с самого начала подозрительно, и мне кажется, даже я бы в это не поверил. Ну ладно, разные ситуации в жизни бывают, и в принципе, эту ситуацию, я надеюсь, вы поняли. А самое тупое, это его слова в конце сделки. Выйди пока что из семьи, я тебе лидерку передам. Ну ничего, сейчас я сам передам ему такую лидерку, что он больше не сможет, в принципе, передавать кому-либо лидерки. А пацан-то у нас не промах, в казино играет на награбленные деньги, и аккаунт у него 15 уровня, он работает в ТК и, в принципе, живёт в подъезде. 15 левел, и в принципе, на этом всё. Можно сказать, что акк пустышка. Ну не сказать, что прям пустышка, есть аксы и скины, которые тоже достаточно денюшек стоят, так что по-любому нужно пацана тп хоть и банить навсегда. Ну что же, наконец-то я его телепортировал, и в принципе, готов с ним пообщаться. Ты, родной, расскажи нам, откуда у тебя такой сет дорогой, и крылья имеются, и маски, и аксы имеются, вижу, ты активно играешь у меня на сервере. Вроде с виду нормальный пацан, но поступки у тебя максимально некрасивые. Мне вот интересно, как ты заработал вообще на этот сетик, и вообще, откуда у тебя деньги? Пацан, походу, не понял, что я вообще от него хочу, а нет, всё-таки ответил на вопрос, сказал, что купил себе Блэк Пасс, ну и отлично, теперь ещё и банан себе прикупил. Не, пацан, ты себе не зря Блэк Пасс купил, ты зря просто игрока заскамил на деньги, неужели это непонятно? Я, блин, в тупую спросил его, скамил ли он игроков, а он мне ответил, нет, конечно, ну, понятненько, понятненько. Ну, то, что ты себе Блэк Пасс купил, это я уже слышал, ты лучше расскажи мне, как ты семью продавал, родной. А то, знаешь, общение о этих Блэк Пассах, это не сильно интересно, ты-то деньги зарабатывал другим путём, насколько мне известно. А, ребята, он забыл, он не помнит, как он продавал семью, ну, бывает же ж такое. Так, давайте освежим ему память, я ему, опять же, в тупую написал, как он обманул игрока, и сейчас посмотрим вообще, что он будет отвечать. Короче, я понял этого парнишку, он будет топить до конца, что он никогда никого не скамил, и так далее. Короче, признаваться он не хочет, поэтому я выдаю ему бан навсегда, ну, а мы летим дальше. Ну, что же, наконец-то мы дошли до этого обмана, где мой подписчик обменивает свой скин деда 001 и крылья на скин коньки. Условия он написал, фрапс оформил очень хорошо, тайм имеется, и сейчас, собственно, посмотрим на трейд, что там будет происходить, поскольку именно этот скин коньков не очень уж и честный, так скажем. Так, ну что же, вот у нас трейд, скин коньки положили, вот подписчик ложит крылья и скин деда, нажимает обменяться, и коньки у нас пропадают по какой-то неизвестной причине. Залетел я в игру, смотрю, а этот парнишка уже на БУ предлагает всем подряд обмены со своими коньками. Только это уже новый созданный аккаунт, где он снова ввел промокод, который дает скин коньков, и почему-то его можно переместить в трейде. И вот он снова ищет игрока, которого попытается обмануть, но только я уже этого сделать ему не дам. Я его телепортировал, и он даже со мной не пообщался, взял и просто вышел из игры. Через пять минут он снова зашел, я снова телепортировал его, и знаете что? Он снова взял и офнулся. Это тот самый вид кидал, который думает, что если выйдут из игры, то у них хотя бы появится какой-то шанс. Но нет, ребята, вы в любом случае получите банан. Тот акк я ему забанил, и он походу зашел с основы, на которой были деньги, и пришел в казино. На прошлом аккаунте был всего пятый уровень, на этом уже пятнадцатый, и это, собственно говоря, его основа. Ну давайте же телепортируем и пообщаемся. Надеюсь, уже в этот раз мы сможем пообщаться, и никуда он не убежит, и не будет, в принципе, скрываться. Добрейший вечерочек, родной, ты как там вообще? Куда ты уходишь? Давай пообщаемся, алло. И вот что-то снова он вышел из игры. Я не знаю, почему он не хочет разговаривать, ну и, в принципе, это мне неинтересно. Все его аккаунты уже в бане, и это, в принципе, конец серии. Ребята, спасибо, что досмотрели до конца, на связи был Колян, всем удачи и всем пока. Спасибо.